Закончив быстрый круг, мы встретились, чтобы сверить время. Давай ты первый. Ладно. Две. Да. 18 секунд. 18? Да, что у тебя? У тебя сколько? 18, но... Но... Ты не выдумываешь? Нет, две, 18... 79 сотых. Слава богу. Это унижение. 35 сотых. Ну не то, чтобы прямо унижение. Нет, просто... Зачем ты вообще взялся за этот спор? Меньше, чем полсекунды за лишних 100 тысяч фунтов. Не самый большой повод для злорадства. 100 тысяч за полсекунды и за максималку на полтора километра больше. 240 лет независимости это лучшее, что они придумали. Пока Хаммонд утешал себя очередной порцией бубликов и очередными комплектами шин, я решил просоединиться к Джеймсу. Джеймс. О, шин. Ты его уделал, кстати? Ага. Молодец. Когда солнце срылось за тосканскими холмами, мы около часа наслаждались живописью. А потом... Чё делаете? Бомбу обезвреживаем, Хаммонд. А ты чё думаешь? А я пеку пирог. Похоже, вы рисуете. Да, мы рисуем. Позже Хаммонд тоже решил к нам присоединиться. Отлично. Вскоре наши работы были закончены. Кажется, я слишком торопился. Но могло быть и хуже. Пока я не увидел вот это, мне трудно было представить что-то омерзительнее самой машины. Но тебе это удалось, Хаммонд. Тебе каким-то образом удалось полностью уничтожить ощущение этого места? Да, знаю. Твой тик. У него начался тик. Даже когда он просто смотрит на изображение твоей машины, у него тик начинается. Вся работа, вся работа, которую проделал Роллс Ройс, чтобы сделать этот дон утонченным и высококлассным, вот это вот всё летит к собачьим чертям, потому что когда рядом находится твой додж, он просто заглушает всё вокруг себя. Ты знаешь один интересный факт о Хеллкете? Я провёл кое-какие изыскания. Хеллкет создан на базе старого Крайслера 300С. По сути, это та же самая машина. А 300С происходит от Мерседеса Е-класса 90-х годов. Другими словами, додж взял и запихнул 700 лошадей в такси 20-летней давности. Итак, если вы хотите услышать двух старпёров, брюзжащих о музыке и опере, пока я веселюсь, то позже мы вернёмся к нашему сюжету. А сейчас пора проверить зеркала заднего вида и аккуратно свернуть на разговорную улицу. Итак, должен сказать, что Джеймса просто не терпелось приехать в Уитби, ведь ему сказали, что это центр британский джет, то есть реактивная промышленность. Ему не терпелось провести пару дней за изучением старых чертежей Конкорда, пока он не узнал, что местный джет — это вот это. Похоже на уголь. Это и есть уголь. Он называется гагат. Вы, конечно, знаете, что уголь сжигать запрещено, потому что Эл Гор сильно переживает за белых медведей, но вот эту штуку полируют и говорят, что она бесценна.